Слава Украине! Привет всем! Доброе утро! Начнем с турецких дел, потому что все-таки наш сосед и все-таки как ни крути союзник, потому что и Байрактары идут через них, и бронемашин очень много мы получили от турок различных, да и Дарданеллы с Босфором они перекрыли, да и зерновая сделка тут много, много действительно от Турции зависит и у них идут выборы, да, так вот давайте посмотрим, чем закончился подсчет первого тура а можно уже абсолютно точно говорить, как я собственно и предсказывал что будет второй тур, значит Эрдоган на первом месте 49.35 голосов, Кылыш Дороглу на втором месте, 45% голосов третий кандидат, который там набрал чуть больше 5% голосов призвал голосовать за Кылыш Дороглу, то есть за оппозицию таким образом будем говорить, что перед вторым туром выборов ровно 50 на 50 у них сейчас соотношение сил, грубо говоря и все будет зависеть от того, сколько людей придут на выборы насколько может мобилизовать одна и другая сторона своих сторонников перед вторым туром выборов он состоится 28 мая разница между кандидатами ну как и тот и другой будут проводить будут в любом случае проводить про турецкую политику, это понятно просто по словам Кылыш Дороглу он более прозападный Эрдоган более, как сказать зациклен на Турции ну это все настолько относительно что касается Украины, я честно говоря не думаю что каким-то образом отразится хоть победа одного, хоть победа другого где-то такой же политика Турции останется хотя я не исключаю, что если победит Кылыш Дороглу то Турция примет участие в санкциях но тогда будет сомнительна ее позиция в зерновой сделке и так далее тут же одно цепляет другое, понимаете поэтому лично я скажем так во внешней политике Турции не ожидаю каких-то кардинальных изменений в случае победы оппозиции то есть оно где-то плюс-минус будет то же самое так что ребята ждем Турцию, ждем второго тура выборов интересен еще один момент что Эрдоган получил смотрите, там получилось как за Эрдогана голосовали в основном сельские районы и центральная Турция а за Кылыш Дороглу голосовали большие города кроме Анкары Анкара там 50-50 проголосовало вот а вот Стамбул, Измир, Бурса и так далее и так далее Алания и так далее вот это все проголосовало за оппозицию то есть большие города голосуют за оппозицию а вот а так скажем глубинный народ голосует за Эрдогана ну ну как-то так да он уже 20 лет у власти и глубинный народ всегда готов проголосовать да так что а интересно что те турки которые живут за границей голосовали в посольство в Турции за границей в основном проголосовали за Эрдогана по большей части интересен еще один момент что значит еще раз говорю сначала Эрдогану накидали чуть не 59 по-моему процентов голосов потому что считали сначала в небольших городах и поселениях и там естественно подсчет голосов быстрее чем в гигантском Стамбуле вот и там огромное количество и уже партия Эрдогана начала праздновать чуть не победу но это было рано потому что потом дошло дело до крупных городов и тут оказывается что все либо не так либо совсем не так эти города как раз там живет очень много людей эти города как раз задали поддержку оппозиции и у Эрдогана стремительно это все понеслось вниз до там по-моему минимум у него был 49-25 процентов голосов но потом начали приходить подсчеты голосов из различных посольств а много турок живет за границей это понятно и там опять у Эрдогана больше было людей и 49-20 то есть на 10 процентов сначала упало у него показатель а потом на 0-1 поднялся потому что вот в посольствах проголосовали таким вот образом те кто живут те турки которые живут за границей но это уже существенно не повлияло и Эрдоган 50 процентов соответственно не набрал соответственно будет теперь второй тур и вот тут я еще раз говорю кто больше соберет своих почитателей кто больше их так сказать мобилизует вовремя прийти на выборы тот и победит тот и будет президентом Турции ну а мы смотрим на это со своей как говорится колокольни нам лишь бы отношения с Турцией оставались предсказуемыми и дружескими слава Украине